Всем привет! В эфире Телегит, а это значит пришло время узнать, как провести время вместе с нашим каналом. Впереди короткая рабочая неделя, ура! И каждый день ЛРТ сможет поднять вам еще больше настроения. Что и когда посмотреть, расскажу я, Анна Троян. Друзья, предлагаю отметить День России, если уж не на природе, так вместе с ЛРТ. На этот раз мы побываем на концерте Вячеслава Бутусова. Его смотрите в 17.45. А до этого днем встречайте Наташу Королеву. На ее маленькой стране выросло не одно поколение. В это сложно поверить, но это неповторимая певица на эстраде уже четверть века. На главной сцене страны, в Кремле, Наталья представит большую концертную программу. Приятные сюрпризы, именитые гости, живой звук, премьеры новых песен и полюбившиеся золотые хиты. Гостями юбилейного вечера стали Игорь Николаев, Владимир Винокур, Александр Маршал и, конечно, Сергей Глушко. Смотрим 12 июня в 14.00. Синие лебеди, светлые ясны, полные птицы волшебной ясны. Вы обманули меня, улетели за дальние дали. В конце праздничного дня у вас появится уникальная возможность познакомиться поближе с моей последней первой любовью. Артуру 35. Он отличный специалист в области имиджа и пиара. А еще он тяжело и неизлечимо болен. И вот однажды врач ему сообщает, что осталось жить-то несколько месяцев. И тогда наш герой понимает, что главное в жизни – любовь. На какие отчаянные поступки пойдет Артур, увидим 12 июня в 20.30. Сколько мне осталось? Месяц. Максимум. Так мало. Кажется, Горький сказал, что каждый прожитый день – это маленькая жизнь. Так вот вам отпущено 30 маленьких жизней. 31. Что? В этом месте 31 день. Тем лучше. Ну а после трех выходных нам все же придется ненадолго окунуться в будни. После работы вечера я предлагаю провести в компании с фокусником. Выдающийся артист Зиновий изменяет своему обычаю – оставаться за кадром или за кулисами. Представляет свой бенефис в черно-белом фильме. Историю о простом волшебнике добрых дел рассказали две легенды отечественного кино – драматург Александр Володин и режиссер Петр Тодоровский. Так что теперь откладываем свои дела и проводим время вместе с трогательным чудаком, служащим добру. В среду и четверг в 22.00. Я тебе тут покушать собрал. Извини, лобстеров нету. Чем уж богаты. Спасибо, Матвеич. Сразу чувствуется – домой приехал. Не приехал, а вернулся. Точно. Так, джакузи здесь. Я пока на кухне мешать не буду. Держи. Завтрак. Опа. И завершаем короткую рабочую неделю вместе с безумными соседями. Поверьте, если вы раньше считали, что таковыми являются ваши, то вы поменяете свое мнение навсегда. Жан-Этьен готовится стать большим политиком. Не сдержав поток мыслей во время предвыборных дебатов, он на всю страну говорит, что Франция будет рада принять сколько угодно иммигрантов. И если понадобится, он разместит их прямо в своем доме. Не проходит и дня, как громкие слова выходят ему боком. Прямо на пороге его дома стоит цыганский табор. Прогнать его – значит прослыть пустословом и упустить ценные голоса избирателей. И что же теперь делать? Узнаем 15 июня в 22.00. Постойте секундочку, секунду, секунду, секунду. Мы найдем решение. Вы бейте к нам всего на пару ночей? Да, только пока ищем хату, без проблем. Обещаете? Слово бабика. Гарантия, как в банке. Можно доверять. Возможно, неделя была трудная и времени посмотреть новости городского округа Люберца у вас просто не нашлось. Выходные. Наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и в воскресенье в 10.00 и 19.30. Участники из 40 регионов, а это 90 выступающих, показали свои номера в хореографических и вокальных жанрах. И только 18 из них стали лауреатами. Эта неделя особенная для всей страны, ведь долгожданный чемпионат мира по футболу наконец начался. Поэтому в субботу ловим тематическую ленту. Документальная ода одному из самых титулованных клубов в истории футбола. Погружение в вековую историю Барселоны, путешествия за кулисы клубной жизни и рассказ о тех людях, кто заложил фундамент этого спортивного гиганта. А затем камнем за камнем возвел его до вершины славы. Картину о легендарной Барсе смотрим в субботу в 20.30. Я всегда просил мяч в подарок. На день рождения, на Рождество, на Пасху. Не важно сколько их у меня. Я всегда хотел новенький. Их одержимость мячом с детства делает из них уникальных игроков Барсы. Им с детства внушали одну игровую идею. Если вы всегда удержите мяч, противник ничего не поделает с вами. На этом все. Полный обзор программы и фильмов нашего телеканала ищите на сайте www.lrt.tv. Там много интересного. А еще подписывайтесь на нас в соцсетях и будьте в курсе самых актуальных событий округа. С вами была Анна Троян. Море вам улыбок. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok